Сейчас усядемся поудобнее, подвинем все штучки, которые мне нужны. Более-менее норм. Друзья, всем привет! Я Любомир Барда и это Сиджо Пиджо. Первая новость, которую хотелось бы озвучить, это появление на горизонте чая весна, от бренда одесского, чайной пьяницы. Это Шэн Пуэр, он уже был в наличии, но потом закончился, как я рассказывал про осень. С весной примерно та же самая история. Чай появился, его только распробовали, он закончился, но его сделали много. Он ехал, 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 все спрашивали, спрашивали, и наконец-то он приехал, он есть. Это, кстати, первый Шэн Пуэр, который я распробовал и стал пить. Потому что, кто смотрит меня на YouTube, я как бы тот человек, который не очень любит Шэн и не совсем их понимает. А с весной я разобрался, он мне очень понравился, этот чай. И хорошо, что он появился, потому что блинчик весны я очень-очень долго тянул и оставлял его только для самых своих лучших утр. Так, с чаем мы разобрались. Второе, хочу похвастаться, кто знает, кто не знает, расскажу. Я помимо чая занимаюсь своим брендом, который называется Любомир, и выпускаю какие-то вещи. В этом сезоне я запустил вязаные шапки, нашел производителя, который вяжет из итальянской шерсти, из итальянской пряжи шапки в Украине. И, собственно, под своим брендом навязал шапок. Шапки всем зашли, всем понравились, их хорошо покупают. И шапка, которая на мне, это не моего бренда, но на ее стали обращать внимание и спрашивают. Любомир, а где купить такую шапку, как у тебя в проекте CGPG? Короче, друзья, я сделал такие шапки. Вот они, черные, бренда Любомир и олива. Практически такая же, как на мне, только у меня ближе к хаке. А вот олива яркая, классная. Уже какую-то часть продал, смотрится точно так же. Тут на голову не смотрите, там у меня бардак. Ну, вот такая же классная шапочка. Поэтому, кому интересно, пишите, заказывайте. Я даже написал у себя в Instagram, в Stories, что типа шапка для поклонников проекта CGPG. Вот, и если вы при заказе будете писать, что, ну, типа заказывать такую шапочку и писать, что я смотрел проект CGPG, то вам эта шапочка будет с небольшой скидочкой. Какое вы узнаете уже в общении со мной? Так, реклама закончилась. Пью я сегодня все-таки шу-пэр осень. Вот, как-то, ну, нравится он мне, я его люблю им наслаждаться. И еще, что до одесского чая, да? То есть чая от бренда из Одессы, чайной пьяницы. Тут встретил несколько таких комментариев, что типа чай этот не одесский и не украинский, он китайский. И любой может завернуть в обложку, как бы, и представить это как свой чай. Но чай выращивают китайцы, как бы делают китайцы. И, блядь, ну вот, что здесь украинского? Во-первых, фишку украинского пуэра, ну вот эту фразу, сказал Евгений Синельников, когда брал у меня интервью в рамках проекта «Крафтовы мандры». И это у него прозвучало «О, украинский пуэр». Я так не говорил, я говорил и всегда говорю, что это чай от бренда «Чайная пьяница». «Чайная пьяница» – бренд украинский, он из Одессы. Бренды делают китайский чай, но под своей торговой маркой. Как это примерно выглядит, это не скупка какого-то чая, готового, и упаковка его в свою обложку. Нет, это придумывается проект, придумывается название, примерно прорабатывается техническое задание по вкусовым характеристикам, по чайному состоянию, какое хотелось бы сырьё. Идёт отбивка сырья, то есть люди присылают из Китая это сырьё, оно пробуется, то, что нравится, запускается в проект. И, в принципе, это очень легко подтверждается тем, что, например, вот такая бумажечка есть в чае, вот это «Шупер осень». Эту бумажку, ну, невозможно приклеить на какой-то готовый блин. То есть, сделано это для того, она здесь, вот она сверху, где-то она бывает внутри, где-то она торчит наполовину. Это делается для того, чтобы показать, что чай в блины прессуется для бренда, и туда сразу кладётся его такая вот фирмовая бумажечка. Как она правильно по-научному называется, я не помню, но суть в том. А вот если вы открываете чай под какой-нибудь торговой маркой, и внутри такой бумажечки нет, вот тут уже есть повод задуматься для себя, для них этот чай выпускали, либо же они купили и упаковали. Я думаю, этот вопрос больше не будет подниматься таким образом, с какими-то там типа предъявами, что вы там нам втираете. И мы вам ничего не втираем, мы говорим про то, что есть. И таких чайных брендов их хватает, ну, как бы по Украине я не сказал бы, что хватает, а, например, в той же России их много. Это там «Подарки Востока», это «Мой чай», это «Газгольдер», «Газ чай» и так далее. И, блин, ну, действительно, я сейчас просто не буду все перечислять, их много, и это торговые марки, которые… Вот «Мой чай», да, «Шевелёв», он ездит в Китай, он чуть ли там не живёт и отбивает сырьё, отбирает, продумывает, запускает. Ну, это чай от торгового представителя из России, а это чай от торгового представителя торговой марки из Украины. Вот, надеюсь, тут мы тоже разобрались. О чём ещё хотелось сегодня поговорить? Знаете, вот я думал, про что записывать этот выпуск, ну, как-то вот темы, знаете, подплыли сами собой, да, вот. Почему поэр украинский, и вышла весна, шапочки вот эти, это всё как бы прекрасно. Сейчас просто время чайной пьяницы, хотел сказать, сейчас время чёрной пятницы, вот. И, соответственно, у меня с Чёрной пятницей не совсем хорошие ассоциации, в том плане, что когда я стал торговать, я, как говорю, торгую не только чаем, но ещё и представляю некоторые бренды по одежде, либо каким-то там туристическим приколам, плюс занимаюсь производством своих каких-то ништяков. И, соответственно, вот эти вот Чёрные пятницы в ранний какие-то период моей вот такой вот сотрудничества с брендами показал как бы не очень хорошее соприкосновение в отношениях, когда, например, ты берёшь товар на реализацию, либо закупаешь товар по какой-то определённой скидке у бренда и начинаешь с ним работать. Вот. А потом случается такая Чёрная пятница, и этот бренд опускает цены ниже той цены, за которую ты у них купил. Вот. И получается, что ты вроде продаёшь их продукцию, но на время Чёрной пятницы ты не сможешь её продавать, потому что ты не можешь опустить цену, потому что ты сработаешь себе в минус. Вот. Они не снижают тебе цену, потому что ты якобы уже купил, либо они говорят, если это реализация типа, чувак, но мы не можем тебе уступить, потому что у нас вот так. И получается, что в этот день, особенно если ты берёшь от разных там поставщиков какой-то товар, и они начинают в это играть, ты становишься каким-то обессиленным. То есть ты не можешь продавать, потому что продать клиенту, ну, который, например, знает, да даже если не знает, что этот бренд сейчас можно урвать подешевле, ну, мне как бы не позволяет совесть. Вот. А мне такую скидку не дать, я её сделать не могу. У меня всегда было такое желание в Чёрной пятнице вообще просто закрывать магазин, пока они отработают. Вот. Но самое интересное то, что один этот день или два можно потерпеть, но в последнее время случилась такая тенденция, что некоторые делают эту Чёрную пятницу две недели. Вот. А один бренд был, с которым я сотрудничал, они вот так вот сделали, потом сказали, чувак, мы не можем тебе дать скидку. А потом, ну, я жду, когда закончится пятница, а потом они объявляют, типа, нам так понравилось, делать вам хорошо, и мы продляем Чёрную пятницу до Нового года. Ну, и, соответственно, ебись, расстрадись, что делать, блин? Да забирайте весь свой товар себе и торгуйте Нового года. Это всё к тому, что сейчас у меня таких моментов уже не случается. Сейчас я практически не торгую продукцией тех людей, которые так делают. И сам я не делаю эти Чёрные пятницы. Не делаю, потому что считаю это обесцениванием товара. Я считаю это, ну, как бы, надувательством во многих случаях. Ну, опять же, всё зависит от бренда. Например, у меня такая коморка и такой мелкий бизнес, что, ну, я не навариваю, там, по 50%, да, и больше сверху продавая этого. Ну, и, соответственно, какая может быть Чёрная пятница? То есть, сработать себе в убыток до того, чтобы показать, что я тоже в тенденции, там, что я сейчас в ногу со временем иду. Ну, нет, мне проще реально этот день закрыть магазины и, там, почитать книжку или что-то интересное посмотреть, чтобы, там, вы могли обратить своё внимание на какие-то другие магазины, которые, возможно, действительно делают какие-то прикольные скидки. Я, например, вот по скидке что-то уже купил. А, я накупил себе арахисовые пасты Том. У них минус 30% скидки. Мне эта паста нравится. И, соответственно, ну, это дельная штука. То есть, я прям знаю цену. Тут я увидел то, что кайфово. Скидка закупил. Сегодня встретил, что вот на сайте Terra Incognita туристический бренд, да, который делает палатки, много всякого снаряжения. Плюс они торгуют и снаряжением других брендов. Тоже там, хоп, там скидки. Это интересно, потому что я этим занимаюсь, я знаю цены. Вот, когда делают такие скидки, почему бы что-то не купить. Ну, а у себя, ну, просто я, когда имею возможность делать скидки, у меня всегда существуют скидки для постоянных клиентов, для клиентов, как сказать, ну, есть определенные категории и параметры. Люди у меня получают эти скидки. И также я стараюсь работать, ну, когда, ну, всегда относиться к человеку, как бы так, ну, всегда дать больше. Либо положить какой-то бонус, либо оплатить ему доставку, либо немножечко срезать ценник, как-то округлить в более удобную для него сторону. Ну, все время есть какая-то лояльность, и, ну, я не работаю как-то по каким-то определенным шаблонам. К каждому свой подход, и мне кажется, что так оно более тепло и дружественнее. Вот, нахвалил себя, обосрал «Черные пятницы». Вот, вроде, наверное, и все. Больше такого, чего-то такого цыкао интересного сегодня прям, ну, и нечего рассказать. Много работы, на самом деле. Ну, каких-то проектов. Вот, вот, выделил минутку, даже не в утренние часы, как я обычно записываю эту программу, а уже вот после обеденное время вы, наверное, видите по свету. Ну, мне понравилось. Свет такой достаточно теплый, прикольный. Вот, сейчас я занимаюсь подготовкой к Новому году. Вот, помимо чая, занимаюсь там косметикой, всякими бородатой, мужицкой, всякими какими-то приколами для мужиков. Вот, сейчас заказал деревянные ящички интересные, такие, чтобы можно было компоновать в них подарочки. Вот, закупаю, опять же, ту же самую косметику, стараюсь более-менее расширить ассортимент к сезону. Вот, такие у меня сейчас идут дела. Чая, кстати, много. Все, что, ну, как бы хотелось иметь, оно сейчас есть. Нету каких-то таких дырок, что, блин, прям жду, не могу, все спрашивают. Все, что вы обычно покупаете, все есть. Так что, обращайтесь. Черную пятницу не обещаю, но на такие пидорки, как в детстве. Помните, такие шапки называли пидорками? На такие шапочки скидочку для подписчиков канала этого для любителей посмотреть CGPG мы придумаем. До новых встреч, друзья!